Всем привет, друзья! Нехорошие новости из Кыргызстана. Беспорядки в столице республики продолжаются. На этой неделе за медицинской помощью обратились уже больше тысячи человек. Известно как минимум об одном погибшем. Протестующие выпустили из тюремных камер бывшего президента Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и еще нескольких политиков. Поступает информация из южной столицы Кыргызстана, города Ош, о том, что там проходят митинги в поддержку нынешнего президента Джейнбекала, который является уроженцем юга. Эксперты считают, что беспорядки вызваны ошибками в управлении страной, допущенными президентом Джейнбекалом. Как прежде работают пропускные пункты на мексикан-американской границе. Чтобы легально въехать в США, необходимо на одном из мексиканских погранпереходов попросить убежище. Конечно, чтобы веженцев пустили, он должен будет убедить иммиграционные власти в том, что на родине угрожает опасность. Надо будет внятно изложить историю преследований и предъявить подтверждающие документы. В принципе, если очень постараться, то можно самому написать свой кейс на убежище. Однако лучше, если вам помогут специалисты, которые имеют опыт подготовки таких документов. Наш канал сотрудничает со специалистами, которые могут помочь грамотно составить кейс. Как вы думаете, какой главный мотив у США, чтобы принимать беженцев? Это чисто гуманитарная миссия или американцы просто пополняют свое население наиболее активными людьми из других стран? Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи в иммиграции!